Приветствую тебя на моем канале и на видео, в котором я расскажу о пяти самых классных и ожидаемых игр Мая. Я бы сказала, что апрель был не особо богат на новые и классные игры, ну по крайней мере лично для меня. Май для меня более продуктивен в этом плане, ожидается больше клевых игр, нежели чем в апреле. Усаживайся поудобнее и я желаю тебе приятного просмотра этого видео. А также пиши в комментариях, какие игры ты ждешь в мае и во что хотел бы поиграть, мне будет очень интересно почитать. К тому же, возможно, ты ждешь игры, о которых я не знаю и мне будет полезно узнать что-то новое от тебя. Ну что ж, приступим. Начинаем стандартно с пятого места нашего топа. И на пятом месте расположилась игра под названием Total War Saga Thrones of Britannia. Игра выходит уже на днях, а именно 3 мая. Выйдет она только на ПК и стоит она будет 1299 рублей. Но до 3 мая игру в Steam можно будет приобрести с 10% скидкой за 1169 рублей. Скидка небольшая, но если вы в любом случае планировали брать эту игру, то есть смысл взять ее до 3 мая и немного сэкономить. Это самостоятельная игра из серии Total War, событие которой разворачивается в 878 году от Рождества Христова. После вторжения викингов в Британию они осели на Туманных берегах, но правители Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии не собираются отказываться от своей власти. Являясь горнивом исторических возможностей, где зарождается будущее всего Туманного Альбиона, Британия станет новым полем брани, где игроки смогут повести свои войска в бой на самой детализированной карте кампании во всей линейке Total War. На четвертом месте нашего топа расположилась игра под названием Pillars of Eternity 2 Deadfire. Игра выйдет 8 мая. Выходит она на такие платформы, как ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Стоимость игры на ПК составит 930 рублей. Данная игра является продолжением ролевой игры Pillars of Eternity, в котором нам вновь предстоит вернуться в мир Эора. Бог света и возрождения считался мертвым, но теперь он обитает в каменном Титане, погребенном под вашей крепостью Каэт Нуа на протяжении тысячелетий. Пытаясь выбраться из-под земли, он уничтожает крепость, а вы оказываетесь на грани смерти. Чтобы спасти свою душу, вам предстоит выследить заблудшего бога и добиться от него ответов. Ответов, которые могут низвергнуть в пучину хаоса как смертных, так и самих богов. В Pillars of Eternity 2 Deadfire нас ждет живой открытый мир, обитатели которого занимаются своими делами, даже когда мы не находимся в одной локации с ними. Встреча как со старыми, так и с новыми компаньонами, а также последствия выборов, сделанных в предыдущей игре. На третьем месте нашего топа находится игра Egoni. Это потрясающий хоррор, который я лично жду, и он должен был выйти еще в марте. Но разработчики перенесли релиз игры на май, а именно на 29 мая. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Стоимость игры пока что неизвестна, к сожалению. Egoni это хоррор с видом от первого лица, в котором игроку в роли терзаемой души предстоит спуститься в самый настоящий ад, потеряв все воспоминания о прошлом. Особая способность вселяться в других людей и даже брать под контроль низших демонов, это ключ к выживанию в экстремальных условиях. Путешествуя по аду и входя в контакт с другими изнеможденными душами, герой поймет, что единственный путь к спасению – это встреча с таинственной красной богиней. Игра содержит откровенные и насильственные сцены, и возрастной рейтинг у нее соответствующий – 18+. Как классно, когда ты уже взрослый. Но эту игру я очень сильно жду и безумно рада тому, что она будет локализована на русском языке. Так что буду ждать вас на стримах по этой игре, будем с вами бояться вместе. Переходим ко второму месту нашего топа. И здесь нас ожидает игра под названием State of Decay 2. Данная игра выйдет 22 мая на ПК и Xbox One. Стоимость игры по предзаказу составляет 1949 рублей. State of Decay 2 – это многопользовательская игра на выживание во время зомби-апокалипсиса. В ней нам предстоит построить новое сообщество, работая в одиночку или вместе с другими игроками. Так как игра содержит кооператив, и ты можешь играть максимум с тремя друзьями. В этой игре ты решаешь, как именно будешь выживать, и каждый твой поступок влияет на это решение. Исследуй открытый мир, наполненный как зомби, так и враждебно настроенными людьми. Привлекай в свое сообщество новых членов и добывай ценные ресурсы и снаряжения. Каждое новое прохождение игры не будет похожей на предыдущие. Открытый мир живо реагирует на наши поступки, меняется в реальном времени, открывает новые возможности и ставит перед нами непростые дилеммы. От того, как мы их решим, зависит дальнейшая судьба нашего сообщества. И наконец-то мы с вами подобрались к первому месту нашего топа самых ожидаемых игр Майя. И здесь расположилась игра, которую я очень сильно жду. Называется она Detroit Become Human. Эта игра эксклюзивна для PlayStation 4 и выйдет она 25 мая. Стоить игра будет 3999 рублей. Немного о сюжете данной игры. Мир Detroit Become Human полона андроидов, которые выполняют многие повседневные задачи людей. История же игры развивается с момента, когда начинают пропадать эти искусственно созданные существа. У них проявляются признаки эмоций, а также рождаются слухи о девиантах. Девианты, как я понимаю, это нарушители определенных норм. Но, похоже, никто на самом деле не понимает, что происходит. Одним из главных героев игры выступает девушка-андроид по имени Кара, которая обрела самосознание и теперь оказалась одна в огромном мире людей. Кроме нее в игре есть и другой игровой персонаж – Конор. Он тоже андроид, но значительно продвинутая версия с целью помогать полиции в расследовании дел, связанных с девиантами. Он подходит ко всему холодно и пытается максимально точно проанализировать ситуацию. Также он обладает невероятной вычислительной мощью и снабжен особыми продвинутыми технологиями. Этот персонаж невероятно целеустремлен. И главное для Конора – это выполнить задачу, на которую он запрограммирован. Играя из разных персонажей, игроку нужно принимать много решений. При этом некоторые из них влияют не только на локальные события, но и затрагивают судьбы других персонажей. Еще одна важная вещь – как и в Heavy Rain, главные герои могут умереть. Игра при этом не заканчивается, а дальнейшие события развиваются уже без их участия. В игре будет два уровня сложности – продвинутый с полным доступом ко всем элементам управления и более высоким шансом стать свидетелем гибели главных персонажей. И упрощенный, с облегченными элементами управления. И меньше вероятностью потерять центральных героев. Первое полное прохождение займет 10-12 часов. И еще 25-30 понадобятся на то, чтобы изучить все оставшиеся варианты истории, которые предлагает игра. Но согласитесь, игра, похоже, будет просто бомбическая. Я ее безумно жду. А еще буду ждать вас на моих стримах по этой игре. Надеюсь, вы составите мне приятную компанию. А на этом наш с вами топ самых ожидаемых игр Майя подошел к концу. Жду ваших комментариев с играми, в которые вы хотели бы поиграть в Майя. И хочу вас попросить поддержать меня лайком под этим видео. Каждый ваш лайк помогает моему каналу в развитии. И я вам за это очень благодарна. А если ты впервые на моем канале, то подписывайся и жми на колокольчик, чтобы оставаться со мной и не пропускать следующие интересные видосы и стримы. Надеюсь, тебе понравилось мое видео и я была тебе хоть немного полезна. Спасибо за просмотр, пирожочек. До скорых встреч!